Кью, с вами снова Марк. С пропагандой мы сталкиваемся ежедневно, но не каждый сходу может понять, что им управляют слоном-марионеткой. Сегодня в этом выпуске расскажу, что из себя представляет пропаганда, как философия породила новое понятие, кому выгодно воспитывать вас и почему рейзинг – это будущее. В древних обществах управление массами больше строилось на страхе и принуждении, причем право распоряжаться жизнями подданных было закреплено за властителями по причине родственных отношений с богами. Люди верили, что божьи дары воздадутся, благодаря этому в обществе царила гармония и согласие. Поддержанием такого положения вещей занимались шаманы, а затем жрецы. Жрецы стали первыми пропагандистами. Несмотря на то, что методами пропаганды пользовались постоянно на протяжении веков, правильные навыки начали применяться в ближайшие тысячелетия. Как говорит Википедия, пропаганда – это распространение взглядов, фактов, аргументов, часто слухов, искаженной информации или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. Некоторые говорят о том, что первое упоминание нашлось в Библии и возводят основателем Гедеона, судью земли израильской, который провел удачное ночное нападение. Однако, это не психологическая война, а тактический маневр, как бы то ни было, первый источник Ильяда Гомера, передающая не только примеры военной пропаганды, но и споры у самих греков по поводу стратегии ведения войны и ее необходимости. Нельзя также обойти страну Китай и великого мыслителя Суньцзы. Труд искусства войны – это первое систематизированное учебное пособие для правителей и командующих армиями. Известно, что наследие Суньцзы энергично изучал Аллен Далес, и что даже Ричард Никсон советовал Джорджу Бушу-старшему изучать наследие великого китайского мудреца. Когда появилась философия, люди стали отказываться от мистического объяснения явлений природы в пользу рационального. В конечном итоге, большинство народов стали верить в единого бога, что называется монотеизм. Конфуций и позже Аристотель сформулировали принципы для государства. Аристотель писал, что начинать объединять массы надо с молодого поколения. Вместе с демократией появились демагоги-политики, склоняющие толпу на свою сторону с помощью болтални, лжи и лести. Согласно Веберу, англосаксонские пуритане чаще использовали Ветхий Завет, нежели Евангелие. В пуританизме возродилась вера в народ, избранный богом. Последующие реформации столетия стали для Великобритании восхождением в Олимп. После разгрома Наполеоновского Евросоюза, закрепленного Венским Конгрессом в 1815 году, Лондон надолго стал столицей мира, передав эту функцию позднее Нью-Йорку. В 19 веке появились сотни печатных независимых изданий, что создало новое информационное поле для тех, кто умел читать. К началу 20 века баланс нарушили научным прогрессом и бурным экономическим ростом, что привело к мировой войне и распаду четырех великих империй – российской, австро-венгерской, нирманской и османской. В 1919 в США на Парижской мирной конференции обсуждались 14 пунктов Вудра Вильсона – новые границы Европы, прочерченные в Америке. Это стало возможным благодаря пропагандистской кампании, организованной правительством США. Джордж Крилл запустил издательский механизм отдела новостей, выпустившего, согласно данным, 6000 пресс-релизов. Нанял 75 тысяч агитаторов, которые выступили 755-190 короткими речами перед 300 миллионами людей. Агитационная продукция распространялась в торговых палатах, церквях, братствах, школах и других организациях. 28-й президент США Вильсон и русский революционер Ленин – чемпионы на тот момент среди революционеров. Оба применяли сильную пропаганду в сторону народа и умерли в один год. Причины смерти не раскрывают. В 1928 году молодой гений по имени Бернейс опубликовал короткий манифест «Пропаганда», в котором говорилось о манипуляции обществом. Следом за ним в 1936 экономист Джон Кейнс опубликовал общую теорию занятости, процента и денег. После Второй мировой войны экономическая модель Кейнса-Бернейса реализовалась в западных странах в виде общества потребления, живущего в кредит. Новым пропагандистским инструментом стало телевидение, потеснив радио, кино и печатные СМИ. Изображение, в отличие от текста, действует лучше на аудиторию. Потому, частично скажу, что для несогласных или непонимающих ситуацию, я веду некую пропаганду. Зато честно. К началу 80-х США и британское содружество сплотилось. К власти пришли политики, сменившие модель Кейнса-Бернейса на неолиберальную. Для этого потребовались изменения в законодательствах США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Корпорации и банки, законодательно ослабив контроль государства, получили доступность устраивать не только ипотечные кризисы, но и контролировать сами государства. Корпорации начали строить новый мир. Одна планета, один народ. О неолибералах расскажу в следующий раз. Кино и ТВ формируют людей уже с ранних лет и предлагают на выбор варианты шаблонов поведения, распределяя таким образом будущих потребителей по группам. Такие пропагандистские мотивы наглядно видны в голливудской продукции. Когда корпорации поняли, что психика потребителя не способна поспевать за продолжениями научно-технического прогресса, в массы стали выпускать кино с использованием этих самых технологий. Пример iPhone, появившийся в 2007 году. После этого кнопочные телефоны еще лет 5 крепко держались. Люди оказались не готовы к устройству без кнопок. В 2002 началась кампания по продвижению новой технологии. Вышел фантастический триллер Стивена Спилберга. И фильм, и устройство получили справедливое внимание прессы. Сенсорные экраны и планшеты представили в самых высокобюджетных и кассовых фильмах нулевых. Все хотят жить вечно. И вы призваны осуществить эту новую американскую мечту. Эстетический уровень этих фильмов, знаменитые режиссеры, актерский состав, массированная реклама дает с уверенностью сказать, эти фильмы посмотрел и обсудил каждый возможный покупатель внедряемых продуктов. Внедрение поведенческих шаблонов началось гораздо раньше. Черно-белые фильмы 1920-1930-х годов показывают одну или пару ситуаций конфликта деревенской и городской ментальности. В то время миллионы иммигрантов приплывали из частей неразвитой Европы в несравнимый Нью-Йорк. И им требовался инструктаж Чарли Чаплина. Также и в Советском Союзе с помощью кинематографа прививали городские шаблоны поведения, высмеивая деревенщину. Десятилетие массажа мозга дало результат. Молодежь, воспитанная с помощью кино и ТВ, поступает на рынок труда с предустановленными программами самодисциплины и самоцензуры. Это подтвердили шведские медиа-исследователи Барт и Зондерквист. Применение команд и угроз со стороны государства все больше заменялось педагогическими приемами, целью которых было научить граждан быть собственной полицией нравов. Так намного дешевле. Сегодня интернет становится еще одним инструментом пропаганды, постепенно умножая варианты СМИ и кино. Пропаганда, используя образ нынешних жрецов-ученых, намекает, что инновации уже доступны, но стоят немалых денег, а значит доступны только избранным. И как 500 лет назад, ответ на вопрос «Избран ли я?» предлагается искать на банковском счете. Разоблачительный материал Эдварда Сноудена, опубликованный в 2013, включает в себя многочисленные программы сбора данных, в которых участвуют компании и корпорации, производящие контент, софт и оборудование, а также объединенную разведку США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, названную «Пять глаз». Это говорит, что со временем появится тотальный мониторинг, цензура и управление информационными потоками. Эффект толпы дает и радио, и ТВ. Например, компьютерная программа находит сотни предполагаемых самоубийц, и вместо того, чтобы они впустую закончили жизнь, их удаленно обрабатывают психологи и совершают теракты с десятками жертв. Десяток лет назад это казалось фантастикой. В 1999 году Виктор Пелевин в романе «Генерейшн Пи», определение, которое переводится как «Поколение Пепси» или «Потерянное поколение», иронизирует по поводу теории заговора, описывая происходящие в России тех лет изменения. Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема в том, что в нем участвует все взрослое население России. Например, антивоенная пропаганда, начавшаяся в России в январе-феврале 1917-го, причастна к глобальному предательству интересов российского государства и в итоге к жесточайшей гражданской войне – распаду империи. Флорентийский философ Николо Маккиавелли писал, что нельзя завоевать народ без согласия быть завоеванным. Технология обработки больших данных, полная информация человека из сетсетей, метаданных и перемещений в пространстве за пару лет дает точные показатели уровня развития, стереотипов и модель поведения. Проще говоря, сторонников стабильности и сторонников перемен можно одинаково плодотворно перевести в одну точку, обращаясь к ним на их языке. Например, человека с маленьким коэффициентом развития и подходящим психотипом можно спокойно вывести на митинг. Это сделает даже бот или программа. В 2011 году в арабском мире вспыхнули волны протестов и восстаний. Технологии Джина Шарпа, помноженные на социальные сети, оказались необычайно результативны, упростив приход арабской весны. Как говорит Радио Свобода, британская компания Cambridge Analytica помогла Трампу выиграть президентский выбор в США с помощью Big Date и таргетированной рекламы в интернете. Исследователь Михаил Козинский сказал, что, чтобы повлиять на миллионы людей, раньше нужно было быть авторитарным диктатором, а теперь можно быть инженером. Но страшно не это. Все эти алгоритмы, поиск в Гугле, система рекомендаций и так далее, основаны на самой простой математике, но она применяется к огромным массивам данных. Есть голуби и муравьи. Думаете, они знают, что миром правит человек? Стоит помнить об этом, потому что, когда миром станет править искусственный интеллект, мы вполне можем этого точно так же не заметить. Компьютеры решают, дать вам кредит или нет. Компьютер сажают на землю самолет, и это здорово, ведь люди могут наделать бед. Жизнь 800 пассажиров Боинга-887 находится в руках компьютера, а не человека. И это сегодняшняя реальность. С учетом современного уровня развития СМИ, кино и интернета, а главное Биг Дейт, нетрудно понять, что каждый смартфон, компьютер и другая умная техника – это поповина, присоединенная к инфосфере, через которую миллиардом пользователей создают инфокапсулу, запихивая в нее нужную информацию для производителя. Причем возрастная группа до 35 лет 100% получает информацию из интернета. Сегодня трюизм, крепить связь с массами в странах, не входящих в новый дивный Рим, обретают новые смыслы. Так, например, прошумевшая структура рейтингов в Китае, введенная в 2021 году, работает на основе обработки больших данных. Гражданам с большим рейтингом дают большие привилегии, такие как первоклассная медицина, выгодный кредит, отменное образование, в отличие от тех, у кого рейтинг маленький. Цифры рейтингов вскоре станут лучше денег. Полезно это или нет – дело времени. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень-очень приятно отвечать на все ваши комментарии и читать их, конечно же. С вами был Марк, и помните, ложь пропаганды говорит правду о государственном строю.